Паводок Почему педагогам региона ни разу не покорился педестал Всероссийского? В эфире наши новости в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Паводка не избежать. Такой прогноз спасатели края дали сегодня в рамках масштабных учений МЧС в барнаульском поселке Затон. Здесь отрабатывали эвакуацию пострадавших от весеннего паводка и проверяли готовность всех служб. В последние годы тема весеннего половодия не перестает быть актуальной для Алтайского края. Уровень готовности к экстренной ситуации оценила и Анастасия Дороган. 230 участников и по сюжету огромная полноводная река, где человек оказался прямо в эпицентре паводка. Вот такие исходные для учения спасателей. При таком раскладе первая задача спасателей эвакуация. Оперативно доплыть или доехать, достать человека из воды. Счет идет на минуты. В марте средняя температура воды, например, в Аби, плюс 3 градуса. Это значит, человек может погибнуть от переохлаждения буквально через 5 минут. Для предотвращения такого развития событий проводят специальные учения. Здесь проверяют готовность всех служб спасения и технику. Например, возможности вот такого вездехода лося. Прорезинен, поэтому действительно вездеход, как лось. И плавуч тоже. Только по спокойной воде, соответственно, это же не корабль. Ну так, машина относительно универсальная. Просто у нее герметичное днище. Специально сделано так, что она осадку дает по воде, но не черпает воду. Вмещает 14 человек. Но обычно в паводок его не используют, а дают предпочтение лодке. А вот что в ходу, так это беспилотники. И все это в разы дешевле, чем использование авиации. Ну, конечно, да. Применение авиации, во-первых, нужно будет согласовываться раз, во-вторых, и малые точечные применения. А в муниципалитетах проверяют создание и оборудование всем необходимым пунктов временного размещения. Опять же, в прошлом году, во время паводка, выяснилось, что где-то нет матрасов, где-то нет сухпайков. Сейчас это на постоянном контроле. Подготовка коснулась и других сфер. Расчистка льняных канализаций, проведение работ по берегу укреплению и так далее, и так далее. В том числе и распиловка льда, и чернение льда. Но подготовка спасателей и пункта временного размещения – это еще не все мероприятия. Все-таки первым делом к паводку должны быть готовы жители муниципалитетов. То есть знать, что такое сигнал оповещения, что с собой нужно взять и куда направляться. Листовки с такими инструкциями жителям раздают уже месяц. И скоро они могут понадобиться. Пока у нас прогноз такой, что таяние требующего особого контроля начнется в начале апреля. Как готовы в районах, некоторые руководители отчитались прямо здесь. В учении участвовали главы Черышского, Тальменского, Калманского и Куринского районов. Кстати, такие учения прошли в нескольких районах края. Предположительно, паводок придет в 25 муниципалитетов. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости. А вот первоочередная задача Алтайского здравоохранения, чтобы все жители края получали лечение по месту жительства и средства из краевого и федерального бюджетов. Для достижения цели выделили приличные свыше 20 миллиардов рублей. Планируется, что пойдут они прежде всего на закупку медицинского оборудования, строительство и ремонт поликлиник, которые находятся в плачевном состоянии. Когда люди дождутся, что лечить их будут рядом с домом и в хороших условиях, узнавала Валентина Аскерова. Конечно, приятно, что все новое, свежее, даже лежать приятнее в такой кроватке. Да, Максимка? Разница на миллион в буквальном смысле. Еще месяц назад мамы со своими малышами боялись даже переступать порог детской инфекционки. Первым делом их встречал не лечащий врач, а сплошная антисанитария и грязь. В этом году власть региона решили снять с учреждения статус самый пугающий пациента в больнице города и выделили почти 50 миллионов рублей на ее реконструкцию. Капитальный ремонт начнется в течение этого года, но небольшие изменения уже начались. В стационар завезли новую кровать и постельное белье. На данный момент произведена закупка 100 кроватей взрослых и 100 кроватей детских. На это мы потратили на кровати с матрасами 1 миллион средств, то есть собственных лечебных учреждений и 250 тысяч на постельное белье. До конца месяца вся больница будет полностью переоснащена новой мебелью. Пока ремонтируют и благоустраивают одну больницу, люди с нетерпением ждут, что и до их поликлиник возле дома тоже когда-нибудь дойдут руки и средства. Какие поликлиники в городе нужно отремонтировать? Ой, знаете что, я вам не могу ничего сказать. Но нашу поликлинику, шестиэтажку сейчас по Петра Сухого перевели. И я уже целый год не была там. Пятое вот на Эмилии Алексеевой. Ну там бы желательно ремонт сделать. Ну шестиэтажка только. Так она стоит уже замороженная. Но здание восстановлению не подлежит, пояснили в Краевом Минздраве. Шестиэтажка возле дома признана ветхой и аварийной. Зато в конце прошлого года в селе Алтайское снесли аварийное здание поликлиники. И на этом же месте начали строить новое двухэтажное. Будущая поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. Уже залит к плавану и идет строительство цокольного этажа. Кстати, помимо этого учреждения в 2019 году начнется строительство еще трех поликлиник. В Барнауле, Ребрихинском и Советском районах. По крайней мере, об этом заявляют власти края. И средства уже выделены. Около двух миллиардов рублей из краевого и федерального бюджетов. В городе Барнауле это проект самый большой. На 900 посещений поликлиника. Проект по строительству поликлиники на 210 посещений в селе Ребриха. Вот эскиз. И также на экспертизе разработанный проект строительства поликлиники в селе Советском. На 150 посещений. Строительство поликлиник займет не менее двух лет. По словам Константина Гордеева, одна из главных задач, стоящих перед Минздравом крае, модернизировать систему здравоохранения таким образом, чтобы медицинская помощь стала доступна каждому пациенту. И он получал лечение в пределах той географической зоны, в которой проживает. Но и условия должны быть соответствующие. Антисанитария, старая мебель и грязь должны уйти в прошлое. Кстати, родители пациентов в детско-инфекционной больнице номер два надеются, что впредь жаловаться в соцсети на условия, в которых им приходится лечиться, не придется. Впрочем, время покажет. Валентина Аскерова, Николай Шилко, Андрей Сегаев. Наши новости. А накануне в социальных сетях нашего телеканала мы решили спросить у барнаульцев и жителей региона, какие поликлиники, по их мнению, находятся в самом плачевном состоянии и нуждаются в ремонте. Опрос, кстати, вызвал большой резонанс. Лидером рейтинга о самых некомфортных для пациентов в плане благоустройства краевых и барнаульских больниц стала детская инфекционная больница номер два на Попово. О начале ремонта, в которой шла речь в нашем материале. За ее ремонт проголосовали пять человек. На втором месте детская поликлиника номер пять на потоке. В ожидании ее ремонта трое. По словам горожан, поликлинику не ремонтировали с 80-х годов прошлого века. Люди также недовольны третьей поликлиникой на Бехтерево, пятой городской больницей на Калинино, четырнадцатой поликлиникой на Палском тракте, краевым туберкулезным диспансером на Зминогорском тракте и десятой поликлиникой на Исакова. Неудачная подтяжка лица чуть не лишила здоровья героиню нашего следующего сюжета. Почти год она не подозревала, что врач забыл в ее лице салфетку. После хирургических вмешательств в любовь Федоренко уволили с работы. В 56 лет она осталась одна со шрамом на лице. Подробности истории, которая длится уже два года, расскажет Ирина Корчагина. Мягкие ткани вырезаны, на щеке остался шрам. Любовь Федоренко считает, что стала подопытным кроликом в руках молодого хирурга, который устроился в барнаульскую клинику Антуриум и только набирал портфолио. Женщина тоже работала в этой организации мастера маникюра и постоянно слышала от начальницы, что ей необходимо сделать фейслифтинг, то есть подтянуть лицо. Процедуру предложили сделать в подарок. Ты работаешь в клинике, нужно выглядеть соответственно. При каждой встрече мне намекало на мой возраст, что я не так как-то выгляжу. Ну, заселила мне комплекс неполноценностей. Женщина согласилась на операцию, только спустя пару дней у нее начались осложнения. В клинике успокаивали. Гематома переросла в кисту, но мы вас вылечим. Несколько месяцев оплачивали больничную компенсацию, бесплатно проводили все обследования. А потом, рассказывает Любовь, побоялись, что женщина со шрамом будет разносить слухи о клинике и предложили уволиться по собственному желанию. Я сейчас рассматриваю это дело с точки зрения именно наличия или отсутствия вины, именно с точки зрения дефекта оказания медицинской помощи. Но если рассматривать дальше, то там есть еще и трудовые правоотношения, которые тоже могли быть нарушены. После операции в Антуриуме Любовь Федоренко бесконечно ходила по врачам, чтобы исправить свой неудачный фейслифтинг. Потом оказалось, что она почти год ходила с салфеткой в лице. Женщина обратилась в прокуратуру. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного, частью первой статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих безопасности жизни и здоровью потребителей. В самом Антуриуме жалобу женщины называют потребительским экстремизмом. Говорят, что Федоренко просто захотела нажиться на клинике. Таким образом, путем шантажа, можно заставить выплатить крупную сумму человеку, который сейчас находится на пенсии. В клинике ждут результатов медэкспертизы, которая может показать, что салфетку вообще оставил другой врач, который дважды оперировал Любовь уже в другой клинике. Кто же все-таки этот фокусник, который оставил салфетку в лице женщины, и была ли она вообще, теперь покажут медицинская экспертиза и многочисленные суды, которые предстоят нашей героине, и руководству клиники Антуриум. Мы будем следить за этой историей. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Им приходится учиться всю свою жизнь. Уже на следующей неделе 24 преподавателя примут участие в региональном конкурсе «Учитель года», победитель которого отправится в Москву. Перед самым стартом мы решили встретиться с участниками и с теми, кто уже носит звание лучшего, чтобы понять, зачем учиться учителю и почему наши педагоги ни разу не становились лучшими в стране. Вот сегодня мы попробуем с вами плоскость запастить. Преподаватель информатики Ксения Мельникова хочет научить детей мыслить нестандартно. Свой открытый урок участница конкурса «Учитель года-2019» посвятила электронным таблицам, с помощью которых, оказывается, можно не только считать. С помощью электронных таблиц можно, например, нарисовать картину. Есть известный японский художник, который очень этим увлекается, и у него очень красивые картины. Есть фанаты, я бы так сказала, дела своего, которые даже клипы с помощью электронных таблиц создают. Информационные технологии теперь обязательное средство на любых уроках. Так дети быстрее усваивают материал. Но за компьютер на занятии можно посадить всего на 15 минут. Таковы нормы. Поэтому мел и доску он не заменит. Да и идут за учителем. Вот она, эта фотография, когда я стала победителем. А это вот все наши учителя. Генриетта Татарникова победила в краевом конкурсе «Учитель года» в 1994. Тогда она впервые использовала интернет-технологии на уроке, обогнав процесс лет на 15. Но ухау, правда, не оценили. Тогда никто меня не понял. Сказали, как это вообще возможно. И это нереально все. В нашей секции победу присудили человеку, который привез на конкурс арбузы и карточки, раздаточные материалы. Учителя биологии признали лучшие лишь на краевом уровне. И подарили черно-белый телевизор. И это еще хорошо. Кому-то в 90-е дарили книги, а кому-то – трико. Теперь победители вручают 300 тысяч рублей губернаторской премии, 200 тысяч за участие во всероссийском конкурсе и присуждают высшую категорию, которая позволяет получать более высокую зарплату. А еще компьютер и путевку в санаторий. Но главная награда – опыт и профессиональные связи. В один голос говорят победители всех лет. Ты взвешиваешь себя по отношению к другим. Ты понимаешь, что если у себя в районе ты звезда, то здесь ты сразу как-то немного стушевываешься, понимаешь, что рядом люди, которых вообще, может быть, считаешь великими. А потом понимаешь, что надо идти, делать шаг вперед, и сам становишься в ряду тех, кто вчера еще был твоим кумиром. Другой уровень, другое ощущение. Юрий Абдулаев стал сначала директором школы, а потом и руководителем профсоюза. Но дорога одна – учиться всю жизнь. И у преподавателей тоже есть доска почета. Вот они, лучшие. Всего 16. Все они доказали свои знания на краевом уровне, а вот и в Москве почему-то алтайские учителя ни разу не стали первыми. Там, на финале, это не только прекрасный учитель, это еще и исследователь, это еще и ученый. Потому что фактически там всегда, каждый год встречаются методики обучения детей. Поэтому здесь у нас еще есть потенциал, который мы будем наращивать. Доказать свои знания Ксении предстоит уже на следующей неделе. Таких, как она, 24. Участники конкурса презентуют занятия, покажут, какими они владеют технологиями и представят свое педагогическое кредо. Итоги подведут 22 марта. Большое жюри определит победителя из шести лауреатов. Лучший в крае отправится на конкурс в Москву, где, будем надеяться, наконец прозвучит имя победителя страны с алтайской пропиской. Евгения Даровская, Дарья Эдемиллер, Алексей Фризин, Александр Антропов, Андрей Печоркин. Наши новости. А кто станет победителем выставки «Азарт. Сибирь-2019» мы узнаем 15 апреля. А пока членам жюри и зрителям предстоит оценить творчество молодых художников, дизайнеров и скульпторов. Масштабный межрегиональный проект стартовал сегодня. И впервые его проводят при поддержке гранта президента страны. А это значит, что заметно вырос не только призовой фонд конкурса, но и сам формат проведения биеннале. Благодаря дополнительным средствам основной выставочный зал «Азарта» на Ленина 111 стал современным. Появились дополнительные зоны, ну а работы, которые здесь представлены, необычные, многие непонятны зрителю. Напомним, что вот, например, это полет, а это тайны старого сарая. Ну и добавим, что победители будут определять в семи номинациях самая многочисленная живопись, а меньше всего в азарте искусствоведов. Спортивные и развлекательные мероприятия в Краевом дворце спорта могут возобновить в октябре. Спустя семь месяцев после его закрытия там, наконец, начали ремонт. Как сообщил министр спорта края Алексей Перфилев, сейчас демонтируют сидения и борта арены. По словам чиновника, ремонт должен превратить дворец в современный спортивный объект, а вместе с ним, кстати, обновятся и другие краевые сооружения. Так, Перфилев заверил, что хоккейный борта отвезут на новоалтайские объекты, а сидения разберут муниципалитеты. Ремонт, конечно, коснется и купола. Напомним, именно к нему у противопожарной службы во время проведения летней проверки прошлого года были основные претензии. Проверяющие тогда сделали заключение, что материал купола может привести к возгоранию. Нависающие конструкции их сбрасывают, те перекрытия меняют. Поэтому это нормальные технологические решения, которые позволят снять те ограничения, увеличить визуальный объем этого зала, ну и, собственно говоря, снять те сложности, которые были. Закончить ремонт и открыть здание. Напомним, планируется к началу нового хоккейного сезона в октябре. К тому времени пройдет больше года с момента закрытия дворца спорта. Контролировать ход работ министр спорта намерен лично. Так в пятницу он совершит первый визит в здание. Прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза Банк Восточный. Доделать ремонт, поменять мебель и гардероб обновить к весне. Успеете оформить кредит в Банке Восточной по ставке 9,9% до конца марта. На большей территории края тепло и ясно. В Бийске и Рубцовске до 9 тепла, до 8 Валейске, Завинске и Белокурьхе. В Краевой столице тоже ясно. Ветер южный, умеренный. Ночью до минус двух, днем до 7 выше ноля. Телефон редакции в Барнауле 722 440. А у меня на этом все новости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok